Хорошо, тогда начинаем. Давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз, потому что мы сегодня будем в каком-то смысле продолжать. И вот такая базовая часть, которая касается почти всех лекций, которые у нас будут. Мы в прошлый раз строили какой-то алгоритм. Вот чтобы строить какой-то алгоритм, нужно зафиксировать модель, в которой мы работаем. Ну, то есть, как мы смотрим на сеть, на узлы, на отказы. Вот по умолчанию, если я не говорю чего-то противоположного и просто я забываю, то мы считаем, что наша модель — это асинхронная модель, которая означает, что у нас нет верхней границы на время доставки сообщений между узлами, на скорость работы самих узлов и на дрейф-часов. Ну, то есть, мы никаким образом на время рассчитывать не хотим. Значит, это первое предположение, которое мы делаем по умолчанию. Второе предположение, что у нас есть только простые отказы, где у нас узел взрывается и больше никак в системе не участвует, не принимает, не отправляет никакие сообщения и вот никак мир вокруг себя не меняет. Вот. Почти всегда мы можем такие сбои обобщать на рестарты, но вот если мы пытаемся ввести каким-то образом время и перейти из асинхронной модели в частично синхронную, то это будет всегда объявлено отдельно, поэтому по умолчанию считаем, что у нас асинхронная модель. Частичная асинхронность означает, что у нас есть яркие границы на передачу? Частичная асинхронность, это, кстати, повод... Да, сегодня даже будет повод ее упомянуть. Асинхронность означает, что никаких предположений о скорости времени мы вообще не делаем, то есть никаких там паральных параметров модели нет. А частичная асинхронность, напомню, означает, что, ну вот, у вас есть будущее, которого вы не знаете, и мы живем по умолчанию в асинхронном мире, но где-то в будущем, в неизвестный момент времени все-таки эта сеть перестанет работать плохо или непредсказуемо, и начнет работать предсказуемо. И, скажем, время доставки сообщений будет укладываться в некоторую дельту. Потом снова может стать плохо и снова продолжаться неопределенно долго. Потом снова станет хорошо и так далее. Но чего мы хотим, чтобы наша система всегда работала корректно, в смысле не нарушала какие-то базовые гарантии, независимо от того, в каком состоянии находится сеть, вообще мир вокруг нее. Но если мир находится в стабильном синхронном состоянии, то система бы еще не просто не работала плохо, не давала неправильный ответ, она бы еще что-то полезное делала. Вот это частичная синхронность. Ну, а вот границы... Ну, дельту мы знаем, то есть мы можем заложить какой-то параметр себе в алгоритм, но мы не знаем вот эти моменты времени. Ну, и никакой надежды обнаружить это, наверное, у нас нет. Так вот, что мы в прошлый раз делали? Мы решали очень простую задачу. Мы сказали, что мы хотим сделать киевэлю-хранилище, потом оказалось, что мы не хотим шардировать данные, а предполагаем, что у нас всего одна машина умещается. Потом мы сказали, что давайте даже думать не про киевэлю-хранилище, а просто про атомарную ячейку памяти, потому что, имея такой алгоритм, мы сможем под капотом поставить там структуру данных типа LSM-дерево либо дерево и получить хранилище и делать киевэлю. Но вот алгоритм у нас был для такой простой структуры. Ячейка памяти с операциями set и get. Ну и мы это делали в предположении, что у нас зафиксирована конфигурация, что у нас состав узлов, набор реплик, которые хранят копии этой ячейки, этот состав не меняется. Мы не добавляем новые узлы, мы не заменяем сбойные. Что сначала о томик? Напомню, что это не совсем строгий термин. В контексте такой структуры данных, такого объекта, он эквивалентен понятию линеризуемости, но вообще говоря, он не слишком формален, а строго говоря, мы строили линеризуемый регистр. И вот давайте для начала вспомним, что эта гарантия означала. Ну, конкретно для такого интерфейса или вообще. Нет, никакого happens before в определении реализуемости не было. Вот полезно это напоминать. Значит, у нас есть некоторая реализация и у нас есть некоторая структура данных, грубо говоря, вот модель. Вот. И реализация, она порождает некоторые истории. То есть клиенты начинают с нашей системы взаимодействовать, порождают истории. set, get, get. Эти истории называются конкурентными, потому что там операции могут пересекаться во времени, просто в физическом времени имеется в виду. Вот. Ну и эти операции что-то возвращают. Мы здесь пишем единицу, здесь читаем пусть ноль, здесь читаем единицу. Вот. В то же время мы знаем, но это конкурентная история, и мы хотим каким-то образом все возможные истории, которые порождает нашу реализацию и описать. И вот набор всех таких историй мы называли как? Нет. Ну ладно, я называл, получается. Значит. Consistency Model. Consistency Model. Модель согласованности. Чтобы не пересчитать все возможные истории как-то непонятно каким образом, мы хотим компактное описание. Ну, для этого мы отталкивались от такой сущности, которая называлась последовательная спецификация. Мы не можем объяснить пользователю, как система должна себя вести при конкуренции, поэтому мы скажем, что зато мы можем легко объяснить, как система должна вести себя, когда операции не конкурируют. Когда у нас сначала выполняется get1, потом выполняется set, потом выполняется get2. Вот для такой последовательной истории мы знаем, что каждый get вернет. ну, вот был set1, значит, этот get вернет последний прочитанный set, а этот вернет, ну, какое-то начальное значение. Вот. И множество всех таких историй — это вот та самая последовательная спецификация. Множество вот таких историй — это модель согласованности. Вот. Ну и что же мы хотели, как же мы собирались это множество описать? Мы его хотели описать следующим образом. Мы скажем, что наша реализация порождает только такие конкурентные истории, которые объясняются неформально последовательными, то есть историями из этого множества. То есть для каждой конкурентной истории можно упорядочить все ее операции таким образом, чтобы в таком последовательном порядке каждая операция вернула то же самое значение, что и здесь. Но при этом мы должны соблюсти некоторые ограничения. Ну, то есть мы не можем две произвольные операции переставлять каким угодно образом. И вот в чем же наше ограничение состояло в случае реализуемости? Если две операции не пересекались по времени? Да. Мы сказали, что если у нас в исходной истории, где операции могут конкурировать, две операции шли в некотором порядке, то есть первая операция завершалась до того, как начиналась другая операция, то мы считали, что между ними зафиксирован некоторый частичный порядок, и мы должны его соблюсти, когда выстраиваем операцию вот в какую-то линию. То есть это ограничение касалось физического времени. Хорошо. Давайте тогда немного вспомним про алгоритм и подумаем, собственно, почему мы к нему такие требования предъявляли и как он этих требований добивался. Потому что, напомню, что гарантия относительно физического времени определяется, а при этом доступа к физическому времени ни у кого нет. Значит, почему тогда для этой гарантии... Почему в этой гарантии важно физическое время? Почему пользователи этого требуют? Ну, вот пользователи, конечно же, не знают, что одна операция закончилась до другой. В смысле, они не могут точно замерить время, разные клиенты на своих часах, потому что эти часы не синхронизированы, и мы знаем, что так сделать... Ну, синхронизировать их в общем случае нельзя. Но они могут передавать друг другу сообщения за пределами системы, поэтому между двумя операциями, которые упорядочены во времени, на самом деле могла быть причинность отношения happens before, и пользователи знают, что эти операции упорядочены. Там пользователь сделал set, после завершения отправил сообщение другому пользователю, тот сделал get и должен прочитать то значение, которое записал set. Хорошо. А как же мы... То есть... Гарантия в физическом... По-другому. Между операциями может быть happens before, и они будут передачены в физическом времени, и пользователи об этом знают. Но эта вся коммуникация happens before выстраивается за пределами системы, и система сама этой коммуникации не наблюдает, поэтому про happens before не знает, и поэтому обеспечивает границу относительно физического времени. Но вот вопрос. Как же она это делает? Тоже не имеет доступа к физическим часам. Как вам вообще избыточность? Нет, избыточность, она совсем другого нужна была. Избыточность была нужна для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость. Ну то есть у нас были узлы, они как-то умирали. Ну вот вопрос к вам. Как мы обеспечивали отказоустойчивость? С помощью какого механизма? У нас была система кворумов, и смысл в них был следующим. У нас было, скажем, три реплики, и для того, чтобы зафиксировать в системе запись, мы писали ее синхронно на какие-то две. То есть нам не требовалось доступность всех реплик нашего регистра. Достаточно было только строгого большинства минимального. Ну, в общем, кворум они не совсем про это. Ну, мы еще ставили timestamp, чтобы получать всегда самую сверху. Когда мы, вот помните, сейчас давайте вернемся к кворумам, когда мы выполняли get, у нас была сначала наивная попытка просто прочесть тоже с большинства какого-то, в пересечении будет какая-то реплика, и, видимо, если она применила, если она сохранила эту запись, то она нам скажет, и мы эту запись увидим. Но это было не линеаризуемо. Помните, какой сценарий там возникал? У нас была длинная запись, она приземлялась на только одну из трех реплик. Вот, а чтение при этом, которое началось внутри этой записи, могло сначала попасть вот на эти реплики и увидеть сделанную запись, хотя она еще не завершилась. а потом последующее чтение могло попасть на другие реплики, не зацепить ту, на которой выполнилась одна из записей. Это был get1, это был get2. И этот читал единицу, и этот читал ноль. Ну вот такая очевидная попытка что-то прочесть с корма, но она завершалась неуспехом. Так вот, как же мы это обходили? Давайте какое-то, ну, общее наблюдение придумаем. У нас же был не только такой, мы эту проблему решили каким образом? Вот, мы на стороне get2 не отличаем, не понимаем, сделал ли он… На стороне get2 видим запись на вторую реплику значение 1 с версии 1, но не знаем, состоялась ли она на другие реплики. Вот. То есть мы не различаем два сценария, когда set лег на первую и вторую реплику, либо когда он лег только на вторую. И в первом случае, когда set лег только на одну реплику, то получается, что следующий get мог эту реплику обойти стороной и не прочитать значение. И мы делали дополнительную фазу записи. То есть мы накатывали прочитанные значения на корм, и уже были уверены, что запись состоялась. Вот. Это первый способ. Сейчас. Это было чтение. Когда мы масштабировали алгоритм на несколько клиентов, которые могут писать, то мы еще применяли там таймстэмпы. И вводили какой-то сквозной порядок для разных конкурирующих клиентов. Но вот какие техники мы здесь использовали? Какие идеи? Что мы помогаем доделать операцию. Ну, это такой довольно частный случай. У меня техника, что комплекта делает что-то вместо, ну, вместо продюсера. Вот мы на стороне get-ов дополнительно делали фазу записи, а на стороне set-ов, когда мы выбирали им таймстэмп, скажем, с помощью true-time, мы еще… А мы ждали, пока он переехал. Вот. Ну, тут, мне кажется, можно выделить какую-то общую идею. Мы и в случае true-time, когда мы ждали наступления временной метки, и в случае с get-ом, когда мы дополнительно делаем фазу записи, мы продляем наши операции до тех пор, пока мир не перейдет в какое-то понятное нам состояние. То есть мы не можем завершить операцию раньше, мы ее затягиваем с той гарантией, что любая операция, которая началась позже нас, она гарантированно что-то увидит. То есть любой get, который начинается после завершения нашей фазы записи, гарантированно эту запись увидит. То есть он не увидит что-то старшее, чем мы. Любая операция, которая начинается после того, как мы дождались… Помните, у нас был true-time. Он нам возвращал временные метки в виде интервала. Вот. Мы выбирали правую его границу и дождались, пока она пройдет. Для чего это мы делали? Мы уверены были, что любая операция set, которая начинается после нашей, она выберет timestamp строго больше, потому что вот мы… Наш timestamp уже прошел. Вот этот R, он случился где-то здесь. Ну, то есть в обоих сценариях мы чего-то ждали и вот дожидались, пока мы детерминируем состояние окружающего мира. Либо по часам, либо вот по записям на Quorum. Хорошо, значит, эта интуиция, надеюсь, вам понятна. Тогда… Следующий вопрос. Ну вот, у нас есть линейризуемость. Она означает, что есть какой-то сквозной порядок, ну, в частности, всех апдейтов. Этот порядок, он задан, ну, например, в физическом времени. То есть какие-то сеты предшествуют другим сетам. При этом вот физического времени сами реплики не наблюдают нигде. Они работают только с временными метками. Ну, то есть кто-то, когда пишет на эти реплики, должен присвоить каждой записи временную метку, и каждая реплика применяет эти записи к себе в этом порядке. Ну, то есть для клиента есть физическое время через причинность, для реплик есть только временные метки. И вот эти порядки должны быть согласованы. Вот отталкиваясь от этого, давайте подумаем, а можно ли вот в этом объекте расширить набор операций? Ну, у вас уже есть некоторая интуиция по поводу того, что операции чтения и записи недостаточно, чтобы сделать какой-то полезный объект. Но если вы видели атомики в C++, вы знаете, что они делают больше. Если вы видели реализацию атомарной операции какой-нибудь в атомике, типа Exchange или CASA, то вы знаете, что это отдельная инструкция процессора. Видимо, почему-то вот этих инструкций не хватает. Если мы успеем сегодня в конце лекции, я про это немножко более строго поговорю, но вот какая-то интуиция уже у вас есть. Нам нужны более сложные операции. Это как с протоколом взаимного исключения. У нас с протоколом взаимного исключения будет теория. Ну, да-да-да. Но тут сейчас, если мы успеем, там интуиция будет более содержательная. То есть не просто такая аналогия, а вот прям конкретно про это. Ну вот пусть мы хотим к этому набору операций добавить еще одну. Ну, скажем, мы хотим операцию CAS добавить. Вот если у нас есть операция CAS, то мы в каком-то смысле всемогущественны. Вот. У нас есть запись значения B при условии, что значение предыдущее было равно A. Вот можем ли мы наш алгоритм, который вроде бы упорядочивает все апдейты, присваивает им временные метки, как-то обобщить на такую операцию? То есть насколько наш алгоритм вообще универсален? Вроде бы все апдейты, они упорядочены. И фаза упорядочивания, она никак от самой операции set не зависела. То есть мы либо трутаймом выбираем временную метку, либо мы общаемся с кворумом, выбираем старшую временную метку, добавляем единицу. Ну, почему бы теперь вместе с сетами не слать на реплики команду CAS? Сейчас я вас не прошу доказать, что что-то невозможно. Это более сложная задача. Я вас прошу подумать, где неудобства возникают. То есть понятно, что вы можете найти неудобства, потом его как-то закостырить. Вот смотрите, вот вы реплика. Представьте себе на месте реплики. И представьте, что вы выполняете, обслуживаете этот алгоритм. Вам клиенты периодически шлют операции команды set. То есть вам может прилететь команда set с некоторым значением 1 и там timestamp какой? 7. Вот он к вам прилетает. И вы раньше хранили пусто, потом 0, а теперь храните 1 с версией 7. Что с вами происходит, если прилетает новый set? Вот вам прилетает какой-то set. Эти set, они упорядочены, то есть у них есть временные метки. И скажем, вам прилетает set значение 3, а timestamp какой? 5. Ну вот 5, да. Что же вы делаете? Его не скармим, ничего не скармим. А пользователю мы что отвечаем? В другую сторону, видимо. Это нормально. Ну то есть каждая реплика, она же в себя вбирает некоторую историю апдейтов. Но операция set, она удобна тем, что история апдейтов, ее как бы явно поддерживать не нужно. Состояние реплики определяется только последним апдейтом, самым старшим. Поэтому если нам пришел старый set, то ничего не поделать. Мы просто скажем клиенту, что хорошо, записали, а на самом деле мы его выбросим. Ну потому что мы его как бы мысленно встраиваем в историю апдейтов и перезаписываем в будущем этим set. Ну в будущем относительно временных меток. То есть вроде бы у нас сквозной порядок операций есть, сквозный порядок сетов. Но каждая реплика эти set наблюдают в произвольном порядке и должна что-то сразу отвечать. Ну а теперь представим, что у нас операции не два сета, а какие-нибудь кассы. Ну вот касс второй и касс первый. Сейчас не так. Ну а временные метки я вот тут кассы пронумеровал, вот они в таком порядке должны примениться. А прилетели они в другом порядке. Вот тут уже некоторые неудобства есть, потому что здесь вот на нашу операции сайта на историю апдейтов, которая была до, ну плевать ей. А здесь уже от порядка этих кассов зависит то, ну то есть вот у нас есть касс, и сейчас наше значение ноль. И если мы рассмотрим кассы в таком порядке, ну то есть в правильном, в порядке таймстэмпов, которые мы им назначили, то этот касс выполнится успешно, и этот касс выполнится успешно. Если же нам сначала прилетит второй касс, и мы должны что-то на него ответить, как-то изменить локальное состояние, то мы уже не понимаем, что делать. Вот, поэтому вот взять и добавить сюда операцию, ну непонятно как. Вопрос, в принципе, можно или нет, это уже более сложный вопрос, но пока нам достаточно интуиции, что не получается. А не получается, еще раз, потому что вроде бы порядок есть, но порядок, в котором наблюдают все эти апдейты реплика, он отличается, он произвольный, он зависит от асинхронности сети. Поэтому какое естественное желание возникает тут же? То есть пусть мы хотим построить вообще произвольный объект с произвольным набором операций, но реплицировать его. То есть у нас операции будут set, get, cas, там что угодно, ну или вообще можно не ячейку памяти взять, а что, там, очередь, что вам захочется. Каски нам даже захочется упорядочить. Вот интуитивно нам хочется, нам было бы удобно иметь следующий примитив, который берет и доставляет команды на все реплики в одном и том же порядке. Вот если бы такой примитив имели, то нам бы желалось бы гораздо проще. Но давайте его и построим. Ну, вернее, не построим, мы помечтаем о нем сначала. Вот как бы нам жилось, если бы он был. Итак, пусть у нас есть некоторое множество узлов. Сейчас мы будем говорить про коммуникацию, поэтому это не реплики, это просто узлы. Вот, и мы хотим построить для них протокол коммуникации, который бы доставлял сообщение не от одного узла к другому, а от одного узла к множеству узлов. В этом протоколе будет, по сути, одна операция. Она называется, давайте разноцветными рисовать ее, маркерами. Она будет называться totally ordered broadcast или что, короче, atomic broadcast. Итак, значит, у нас есть какой-то узел, и у него есть какое-то сообщение. Что он делает? Он выполняет операцию, которая называется atomic broadcast. Давайте коротко писать. Смысл этой операции — намерение отправить сообщение m всем остальным узлам. Мы эту операцию инициируем, и вот eventually на остальные узлы, в том числе самому себе, доходит сообщение m. И на каждом узле срабатывает такой обработчик, который называется ad-deliver. Ну, а потому что atomic, значит, это такой callback, а это инициирует. Здесь n2 — это инициатор операции, вот он запускает ее с помощью backcast. Ну, каких свойств мы от этого хотим? Ну, видимо, он какого-то сквозного порядка. То есть если у вас есть другой узел, и он тоже выполняет операцию atomic broadcast, сообщение m-штрих, то… Ну, у него цель тоже доставить свое сообщение на остальные узлы. Ну, именно что он нашел после всех. Но порядок, в котором эти два сообщения будут доставлены на каждый из узлов, будет везде один и тот же. На всякий случай, вот уточнение, эти стрелочки — это не отправка сообщения. Ну, в смысле, что вот мы отправили, оно летит, прилетает. Вот здесь изображен некоторый распределенный алгоритм, который запускается, и там узлы как-то начинают обмениваться сообщениями, происходит что-то непонятное, и когда-нибудь на каком-то узле срабатывает такой вот обработчик. Ровно поэтому доставка себе — это не мгновенное действие, это тоже, ну, оно тоже какое-то время занимает. Оно занимает какое-то время, потому что нужно упорядочить вот отправляемое сообщение m-штрих с другими конкурирующими отправляемыми сообщениями, которые инициируют другие узлы. Вот, теперь минутка формализма. Чего именно мы хотим от такого протокола? То есть строго каких свойств мы хотим? Ну, порядок перехода. Чтобы порядок перехода для всех узлов будет. Ну, первое. Замечание. Гарантии будут формулироваться странно в терминах корректных и сбойных узлов. Ну, то есть представим себе бесконечное исполнение — там некоторые узлы умерли, а некоторые нет. Те, которые умерли — это сбойные узлы. Те, которые не умерли — это корректные узлы. Ну, конечно, было бы странно оперировать такими понятиями, но сами узлы про них ничего не знают. То есть узел не знает, какой он сбойный или корректный. То есть умрет он в будущем или нет. Но мы скажем, что если у нас есть… Значит, первое свойство. Оно называется вот так. Validity. Значит, если узел инициирует бродкаст и в будущем не умрет, то рано или поздно на нем сработает обработчик доставки. То есть узел, который инициировал отправку сообщения, рано или поздно его сам получит. Корректный узел. Если узел инициировал отправку, а потом в будущем как-то поврет, то нет гарантии, успеет он получить сам сообщение или нет. Второе свойство agreement. Значит, если какой-то несбойный узел получил сообщение с помощью этого бродкаста, то и все другие несбойные узлы тоже его и в Venture получат. Вот. Есть еще свойство integrity. Оно говорит, что сообщения не возникают из воздуха и доставляются только один раз. Но давайте опустим его, оно слишком простое. И вот последнее свойство — это total order. То есть agreement 28.18.18.18, что все узлы получат сообщения? Прокорректные. Если они несбойные. Если несбойный узел отправляет сообщение, то он его получит в будущем. Если несбойный узел получил сообщение, то и все остальные несбойные его получат. И последнее свойство — оно уже в терминах всех узлов. Если мы возьмем порядок доставки сообщений для двух... Возьмем два узла. И возьмем два префикса сообщения, которые они получали. То один из них является префиксом другого. Ну ладно, можно сказать просто, что для любых сообщений m и m' если какая-то реплика получила их в одном порядке, то и другая получит в таком же порядке. Это неправильное определение. Потому что у вас могло быть, ну скажем, три узла, и второй из них получил сообщение m и умер, третий получил сообщение m' и умер. Формально никаких пар вообще не возникло, но явно что-то нехорошее происходит. Поэтому мы скажем, что вот возьмем истории получения сообщений для любых узлов, возьмем их префиксы любые, и они вот либо совпадают, либо являются префиксами друг друга. В этом примере у нас же просто нарушается свойство agreeable. Нет, потому что это свойство, оно про корректные узлы, про несбойные. А мы говорим про сбойные узлы сейчас. То есть сбойными считают свои узлы? Ну те, которые умрут. Ну мы не можем сказать, у нас как бы есть там такие определения на бесконечности, потому что у нас есть асинхронные. То есть мы считаем корректными узлами тех, которые типа никогда вообще не были? Да. Но алгоритм, конечно, к этому состояниям доступа не имеет, он не знает, какой корректный узел, какой нет. Если узел выживет, то он рано или поздно сообщение получит. Вот что это означает свойство. Если он решит умереть, то вот повезет, не повезет. Но при этом все узлы должны наблюдать некоторую общую историю доставки сообщений. Некоторые увидят все сообщения, некоторые увидят только префикс, потому что умрут раньше. Вот, это все называется totally ordered broadcast, потому что есть глобальный порядок или atomic. Почему atomic? Почему atomic? Вот. Помните я, ну, наверное, не помните, я вам в прошлом семестре рисовал такую картинку, которая являлась железной моделью памяти для процессоров ARM. Вот. И там была такая история, что у вас листья этого дерева — это ядра, и они связаны с памятью через такую древесную иерархию кэшей. И когда вы пишете что-то из ядра в память, то оно проходит поочередно через разные кэши. Так вот, все это приводило к тому в случае ARM, что когда вы пишете на двух ядрах в две разные ячейки памяти, то в зависимости от того, где эти два ядра находятся, если у вас есть два ядра, которые пишут две ячейки памяти разные, и есть два ядра, которые читают, то в зависимости от того, как они располагаются, в каких листьях этого дерева, два читателя могут увидеть две записи в разном порядке. И в ARM это называется non-multicopy atomic write, то есть неатомарная запись. Она неатомарная не в том смысле, что в ячейке памяти может половина одной записи быть, половина другой. Нет. В пределах одной ячейки записи атомарны. Но если вы посмотрите на сквозной порядок записей, то для разных наблюдателей он может быть разным. Ну вот здесь у нас ровно такая же интуиция. Не работает. Ну ладно. Конечно, totally ordered, оно более интуитивно, но звучит дольше, поэтому мы всегда будем говорить atomic broadcast. Ну отлично. Значит, вот у нас есть такой примитив. Предлагается с помощью него решить все наши проблемы. Давайте решим. А вот за счет порядка доставки, мы знаем, что если порядок ставится между всеми узлами, то есть по практике порядка два? Нет, никак не зависит. А то есть порядок не зависит? Тут получилось так, что сообщение отправлено позже, доставлено позже. Но могло быть и наоборот. А очень интересно, что у нас, если все узлы хоть в какой-то момент времени у узлов, то есть не все являются заболевыми, то у нас вообще нет никаких гарантий? Ну у нас по-прежнему есть гарантия total order, которая не для корректных узлов, а для произвольных узлов. Нет, не говорит. Оно так даже называется, по-моему, uniform total order для того, чтобы отличать вот эти свойства от этого. Эти свойства только для несбойных узлов, а это для всех. Ну, потому что… Сейчас будет видно, почему. Итак, давайте теперь перейдем к задаче некоторой. Мы хотим в общем случае решить задачу репликации. Не для ячейки памяти, не для атомика, а вот для чего угодно. Что угодно — это некоторый автомат. Вот он как-то устроен, у него есть некоторое состояние, и мы к нему можем применять некоторые команды. Вот мы можем сказать автомат, примени некоторую команду. И он перейдет из какого-то состояния 1 в состояние 2. Ну, мы такой автомат можем поселить на одной машине, он будет неотказоустойчивый. Наша задача — поселить его на разных репликах так, чтобы они все вели себя как будто бы один надежный узел. Ну, то есть та же самая задача, что и в прошлый раз, только для вот произвольного автомата. Про там семантику операции над ним мы ничего не знаем. Ну, и как же мы будем эту задачу решать? Мы считаем, что он у нас есть, он нам дан свыше. То есть мы хотим как-то мотивировать изучение такого механизма доставки сообщений. Давайте, когда применяем любую команду, мы на все реплики эту команду посылать. А как только на какой-то реплике оно завершится, мы этим уже потом будем сообщать, что… Сложно, избыточно. Можно продолжаться, пока на себя придет свой же атомик. Вот у нас есть какая-то операция, она началась. Давайте выберем какой-нибудь автомат для примера. Ладно, давайте хоть set возьмем тот же самый, потому что нам жалко, что… Вот клиент начинает операцию set. Как он действует? Нет, клиент… Ну, в прошлый раз клиент что-то сложное делал, но я говорил, что можно протокол клиента вынести на любую реплику. Вот давайте все-таки сегодня клиент, он будет тупой. Но он, правда, потом в будущем все равно усложнится, но пока он тупой. Он отправляет свою команду set на какую-то. В общем случае он не знает, куда она упадет. Она делает красный сет. Вот что делает эта реплика? Она… Она про красный. Она еще… Нужно решать, когда она не решается. Нужно сделать красненький set. Значит, эта реплика, она инициирует бродкаст. Ну, вот мы эту реплику… Значит, это операция atomic broadcast нашей операции set. И вот эту реплику мы назовем координатором. Она координирует… Мы будем говорить, что она координирует эту запись. Координатор операции. Вот. Ну, отлично. Значит, на каждую реплику, несбойную eventually, этот set приезжает. Ну, и что с того? Как нам дальше быть? Это, по-моему, рано говорить, что все хорошо, потому что еще можно записаться на все страницы… Вот, предлагается сделать следующее. Ну, вот есть такое инстинктивное желание дождаться какого-то кворума, потому что в прошлый раз были кворумы. Ну, нет, мы не будем так делать. Мы сами получим эту команду, применим ее к своей копии автомата, и после этого мы ответим клиенту, что операция завершилась. Это будет достаточно? Ну, почему этого будет достаточно? Казалось бы, нам нужно какой-то кворум собрать, но тут, смотрите, я же не просто так вам говорю, что операция Atomic Broadcast – это не операция отправки сообщения, это некоторый алгоритм. И вот он доставляет на реплику, то есть он же должен обеспечивать свойства, например, свойства agreement. Это означает свойство, что если на какой-то несбойный узел сообщение доставлено, то оно будет доставлено и на остальные несбойные узлы. Поэтому, если на этой реплике сработал обработчик Deliver, это означает, что сам алгоритм уверен, что и на другие реплики сообщение тоже дойдет. А для этого он, видимо, какой-то кворум сам по себе собрал. Ну, короче говоря, вся эта логика где-то внутри протокола зашита. И если нам сообщение доставлено, то мы знаем, что на другие реплики, если они не умрут, сообщение тоже дойдет. Но поэтому нам достаточно применить его к своей копии и отправить клиенту ответ. Ну, а другие реплики, которые получают этот сет, они просто применяют этот сет к своей копии автомата. Почему он может думать, что координаты это умерет? Нет, почему? Может и умереть. Что? Ну, клиенту ничего не ответят, это правда. Но давайте пока о плохом не думать, а поговорим сначала о том, как это называется. Вот это все называется очень незатейливо. Оно называется State Machine Replication. Вот. А сам автомат, который живет на разных репликах и принимает апдейты в порядке Atomic Broadcast, он называется Replicated State Machine. Но вот те же самые слова, только в другом порядке. Вот. И этот RSM — это такой базовый строительный элемент, который вы можете встретить в самых разных распределенных системах. Я не знаю, увидим ли мы сейчас что-то снова поверх. Нет. О, перебор даже с яркостью, да? Нет, нормально. Ну, что-то видно, да? Нет. В общем, это один из разработчиков инфраструктуры для Яндекс.Облака. Если вы знаете, что такое Яндекс.Облака, ну, это облачный провайдер, Яндекс.Облачный провайдер, так же, как и Google, и Amazon, и другие товарищи. И этот облачный провайдер предоставляет вам, как правило, не только, собственно, на как-то виртуализированные сервера. Вам часто предоставляется еще и предоставляется некоторое разделяемое хранилище, которое будет очень надежным, отказоустойчивым, масштабируемым. Вот. И это как раз скрин с доклада про это хранилище, которое используется для Яндекс.Облака. Оно снаружи называется Яндекс.Датабейс, внутри оно называется по-другому. Вот. И вот на этом слайде можно, ну, через все эти маркеры можно разглядеть, как называется базовый строительный элемент в этой системе. Он называется таблетка или таблет, а представляет он себе, по сути, RSM. То есть вот такой вот, вы можете взять и какой-то любой объект в вашей системе сделать отказоустойчивым с помощью вот такого механизма. С помощью, взяв любой автомат, навернув на него Atomic Broadcast, сделать его отказоустойчивым. А дальше уже свою систему строить не из отдельных узлов, которые могут ломаться, а строить его из таких вот надежных автоматов, которые будут переживать сбои и скрывать их от пользователя. То есть вы заменяете сбойные сущности физического мира на вот такие несбойные абстракции. Хорошо. Надеюсь, я вас в чем-то убедил. Что? Что, прости? Но RSM — это такая абстракция, это реплицированный автомат. То есть это автомат, который снаружи выглядит линеаризуемо, то есть как один узел, но при этом он переживает сбои, потому что он реплицирован. А внутри у него есть угол. Да. Вот. Значит, это такой общий алгоритм. Правда, нужно, наверное, показать, что он все-таки линеаризуем. То есть вся эта конструкция дает нам линеаризуемую абстракцию. Возможно, это очевидно. Очевидно или нет? Ну, тут можно все-таки какую-то картинку нарисовать. Давайте я нарисую, чтобы было убедительно совсем. Что мы хотим вообще показать в случае линеаризуемости? Что для любой конкурентной истории существует последовательная, которая все объясняет. То есть если мы доказываем это свойство, мы должны явно для любой конкурентной истории предъявить линейный порядок операции. Как мы это сделаем? Но вопрос очень простой. Что мы возьмем в качестве порядка? Ну, порядок доставки на любую из реплик, он одинаковый. Вот. Ну, что может нас в теории беспокоить? Ну, например, вот такой сценарий. У нас были три реплики и две операции какие-то. И они были во времени упорядочены. И каждая из этих операций, она инициировала бродкаст. И этот бродкаст на эту реплику доставил эту команду, команда применилась, мы ответили этой операции, этому клиенту. Но с другой операцией было то же самое. Она приземлилась на эту реплику, эта реплика инициировала бродкаст, бродкаст доставил сообщение на нее же, и мы ответили клиенту. Применили к себе, ответили клиенту. Но вдруг так получилось, что этот бродкаст, он на какую-то третью реплику доставил команды в другом порядке. То есть он сначала доставил команду операции O2, и вот здесь был запущен бродкаст, а потом команду O1. Но если так получилось вдруг, то получается, что мы в качестве линеризации взяли такой порядок, а тут случилось все в другом порядке. Сейчас. Ну нет, сейчас. Давайте так оставим, не нужно было третью стрелку рисовать. И к тому, что у нас в линеризации операции идут в порядке O2, потом O1, а во времени эти операции упорядочены по-другому. O1 предшествует в физическом времени O2. Что? Что? Немножко выйти из-за блогера. Ведь первый узел должен получить, по-моему, операцию O2. Нет, они могут переставлять. Ну, смотрите, если такая картинка возможна, значит, мы линеризуемость нарушаем. Видимо, нужно показать, что такая картинка невозможна. А это первый узел в завершении операции в O1, а это просто поцепление. И никогда не получится O2. Это, нет. Давайте задашь вопрос после того, как мы разберемся. Может такое быть? Нет, не можем. Почему? У нас total order, потому что есть самая картинка. Но total order здесь, ну, total order, вот он на реплике 2, он сложился в таком порядке. Так он на реплике 1 тоже будет значим. Вот. Ну, то есть если мы получили два сообщения в таком порядке здесь, то, видимо, мы получили на первой реплике в таком же их порядке. То есть если мы получили здесь O1, значит, мы получили и синюю стрелку. И получили ее до. А теперь посмотрим. Это событие произошло на реплике O1 до этого события, это событие произошло до подтверждения клиенту, а завершение операции на клиенте произошло до физического времени начала операции O2, а операция O2 началась до atomic broadcast. второго. Поэтому получилось, что сообщение доставлено вторым бродкастом раньше, чем отправлено в физическом времени. Но вот, видимо, такого быть не может. Поэтому и такой картинки быть не может. Значит, у нас на любую из реплик эти два бродкаста легли в таком же порядке. Может быть так, чтобы умер после того, как закончила операция O1? Это неважно. У нас третье свойство… Ну, умер и умер. Но у него никогда не пришло. Вот у него никогда не пришло. Нет. Если на какую-то реплику эти сообщения легли в таком порядке, значит, история этого узла должна быть префиксом истории этого. То есть он не мог получить здесь O1 и не получить O2. В этом и смысл свойство total order, который uniform, который, то есть на все реплики распространяется. Ну вот, значит, мы получили линеризуемость. Замечательно. Теперь подумаем. То есть мы использовали здесь atomic broadcast как транспорт для команд. И используя этот транспорт, мы доставляем команду на реплики, применяем их в порядке доставки. И вот у нас все реплики проходят через одну и ту же историю модификаций. Сколько у нас времени осталось? Полчаса, да? Не густо, мы не торопимся опять. Давайте подумаем, верно ли, что задача решена? По модулю того, что у нас нет atomic broadcast как алгоритма. Только вот как абстракция такая. Вот если нам ее подарили вдруг, то верно ли, что мы вот задачу исчерпали? Задачу? Репликации. Вот у нас был автомат, нужно было его реплицировать. Вот нам дали atomic broadcast, и мы реплицировали. Все, победа. Или что-то еще нам не достает. Ну, работает ли у нас касса в такой системе? Ну, работает, конечно, потому что все реплики видят кассы. Ну, то есть тот порядок, который наблюдает каждая реплика, это есть порядок кассов, в котором их нужно применять. Поэтому мы их применяем по очереди. То есть мы ровно от проблемы предыдущего алгоритма избавились здесь от непредсказуемого порядка на разных репликах. А что все-таки произойдет, если узел, который является координатором? Да. Отлично, значит, вопрос номер один, который возникает. Он называется как по-нормальному, если переводить на человеческий грамотный язык? Чего мы хотим от операций? Отказоустойчивость. Ну, отказоустойчивость у нас уже есть. Отказоустойчивость? Вы отправляете… Я вам говорил на первой лекции, что когда мы рисуем модель системы, очень важно не только узлы нарисовать, еще и клиентов нарисовать, потому что они тоже участвуют. Так вот, представим, что внутри системы действует такой протокол. А теперь вы, клиент, приходите и отправляете запрос. И вот подозреваете, что внутри системы запускается вот такая вот машинария. Ну, вы ее не наблюдаете, вы просто ждете ответа. Вот, этой стрелочки. А вам все не приходит, ответы не приходят. Вы до каких пор ждете? Ну, видимо, вы какой-то тайм-аут себе на клиенте завели, и что вы сделаете, если этот тайм-аут не сработает? Ну, сработает. Ну, возможно, это не самая лучшая идея. Наверное, мы будем считать, что все уже… Ну, представим, что вот у вас там автомат — это Atomic, ну пусть, для примера, а операция — Increment. И вот вы этот Increment отправили, ну, команду Increment, отправили в систему. Ответы не получили. Почему вы ответы не получили? Непонятно. Ну, возможно, система получила вашу команду, запустила Atomic Broadcast, все сделала, а потом перед тем, как отправить в вас ответ, она заснула, потому что там пауза ГЦ. Или она взорвалась. А другой сценарий — когда она получила вашу команду и сразу взорвалась. И ничего не сделает в будущем. В одном случае мы должны притравить запрос, в другом случае — не должны. Ну, потому что она не идемпотентная. Вот. Если вы его притравите, и другой координатор запустит ту же самую операцию еще раз независимо, то у вас будет два инкремента в системе, и вы этому не порадуетесь. Поэтому то, чего вы хотите, как правило, от RSM — это… Давайте это сотру уже. Exactly-once-семантика. Слышали про такое? Ну, скажем, вы слышали про протокол TCP. TCP на уровне сети работает через протокол IP, просто отправляет для вас отдельные сообщения. Роутит их от одного endpoint к другому. И так может получиться, что у вас сработает какой-то тайм-аут на отправителе, и вы переотправите какой-то пакет. И он придет на другой endpoint на вашего адреса дважды. Что сделать в этом случае протокол TCP? Не пугайте меня. Но верно ли, что он даст клиенту в выходном потоке дважды одни и те же байты? Какой клиент считает? Ну, когда вы отправляете сегмент вашего потока в TCP, вы приписываете к нему начало, то есть позицию в потоке. И если endpoint, ваш адреса получает два сообщения, два сегмента с одним и тем же аффсетом, он понимает, что это дубль, и один дискардит. Вот. Здесь, когда вы ретраитесь, вы ретраитесь же не на ту же самую машину, вы можете попасть на другую машину. И в общем случае вы не хотите идти на конкретную и конкретных не знаете. Поэтому у вас в системе... Вам в системе нужен какой-то сквозной порядок, чтобы вот такие вот дубли при ретра их отличать. Это нужно все учитывать. Ну и опять же тут, видимо, вам сам Atomic Broadcast и поможет. Но его тоже нужно использовать, чтобы вот такую гарантию получить. Но об этом, опять же, нужно думать. И на стороне клиента тоже нужно какие-то дополнительные усложнения, какую-то информацию тащить в узлы системы, чтобы узлы понимали, что эта операция – это ретраи. Ну, я сейчас не говорю какое-то конкретное решение, я просто проблему обозначаю. Вот. И вообще про этот execluance есть такой канонический твит. Его нужно всем знать, конечно. Невозможно не знать. Вот. Что в распределённых системах есть две самые сложные проблемы. Вторая – это одноразовая доставка сообщений. Первое – это гарантированный порядок сообщений. Второе – это execluance доставка сообщений. Это вот ровно те две проблемы, которые сейчас обсуждаются. Atomic Broadcast и вот execluance. Ну и этот execluance сделать довольно сложно. И, скажем, если вы посмотрите на какую-то распределённую, большую распределённую систему, например, Kafka, очередь сообщений, вы на MVS про неё поговорите. Возможно, я про неё расскажу. Это очередь сообщений, там есть операции добавить в очередь и прочитать. Ну, чуть сложнее, конечно. И вот что такое execluance в такой системе и как его добиться – это отдельный сложный топик. Вот execluance внутри Kafka сделали только пару лет назад, а сама система существует долго. Очень долго. Очень долго. Очень долго. Ну, примерно, да, наверное. Ну, что такое execluance, там как бы есть ещё… Там более сложный вопрос, чем у нас, но тем не менее. Просто имейте в виду, что когда вы отправляете в распределённую систему какую-то операцию, вы хотите вот какой-то понятной семантики. Если вы делаете просто бездумный retry, то вы получаете at least once. И, возможно, это не всегда вам подходит. Значит, следующая деталь, которая касается RSM-ов, которую мы не обсудили. Вот этот алгоритм неявно предполагает… Ну, то есть у нас есть копия автомата на каждой реплике, Atomic Broadcast доставляет команды на эти реплики в одном и том же порядке, поэтому они должны, все реплики, идти по одной и той же истории. Это всё в предположении, что у вас реплики детерминированные. Ну, то есть операция apply, она переводит все это детерминированные состояния RSM в состояние S2. Почему это может быть не так? Ну, у нас наш протокол работает, и все реплики идут по одной и той же истории не только благодаря Broadcast самому, а и потому что операции команды над этим автоматом, они детерминированные. Вот почему это может быть не так? Ну, это вот другая совсем модель системы, модель сбоев, мы про нее не говорим сейчас. Нет, ну может быть ваш автомат подкидывает монетки. Это было бы странно, давайте вот такие абсурдные случаи сразу про них забудем. Ну, какова причина недетерминизма может быть? Откуда он берется? Ну, случайно сбой. Нет, причем тут сбой? Нет, сбой — это вот у нас узел взрывается, мы сказали в самом начале. У нас никаких других сбоев нет. Но представьте себе, вот мы пишем распределенную файловую систему, мы про это на семинаре будем говорить. В файловой системе хранятся файлы. В файлах есть атрибуты. Какие, например? Аксестайм. Вот, предположим, у тебя автомат — это файловая система, и ты там делаешь какой-то аппенд. Вот что делать репликам, которые получили себе, Atomic Broadcast, команду аппенд? Ну, они как бы ее обработали, и нужно аксестайм поменять у файла, в их копии. Что там нужно написать? Сложность. Ну, локальное время писать — плохая идея, наверное. Потому что эти команды были получены в разные моменты времени. Что можно еще сделать? Ну, чуть получше. Можно время, когда узел получил, спросить вот у этого, ну, как управлять текущей транзакцией? Ну, можно заставить координатора сообщить сразу свое время вместе с командой. И записать его. Тогда у всех будет одинаковое. Но на разных координаторах часы рассинхронизированы, поэтому снова проблема. Вот. Ну, непонятно, что делать. Или, скажем, еще менее очевидная причина. Предположим, вы любите хеш-таблицы. Уважаем. Как вы не слышали. Это же библиотека Open Source Google с их общими компонентами. Они их так постепенно релизят. Вот. Называется... Вот. Ну, да, постепенно. Кстати, они выложили что-то наподобие резалта, который в прошлом семействе использовали. Они вот в эту библиотеку его тоже выложили. Правда, он без исключений, потому что в Google нет исключений, как известно. Поэтому... Ну, в общем, они выложили в свою библиотеку реализацию хеш-таблиц. Называли их Swiss Tables. Почему? Потому что разработчики в Google Цурик работают. Ну, и хеш-таблицы самые быстрые на свете. Вот. И в этих таблицах используется некоторая хеш-функция. Воу-воу-воу. Полегче. А разработчики всего... Ну, в основном... Нет, но разработчики именно этих хеш-таблиц, они работали там. Я подозреваю, что, в принципе, обзайли начали там писать. У него какое-то подозрительное немецкоязычное название. Не знаю про это. Ну, похоже. Сейчас нужно как-то контраст повысить. Так становится лучше видно, да? Давайте что-нибудь сотрём, может? Может, просто... Давайте Broadcast сотрём. Можно пододвигать вот эту дроску, потом пододвигать ее до... Она не катается, к сожалению. Там кресетка. Конечно. Можно просто... Можно просто не писать. Сейчас. Можно страдать. Можно страдать. Вот. Вот. В общем, чтобы эти хеш-таблицы работали, там должна быть библиотека с хеш-функциями. Вот. Хеш-функции там при... Ну, хеш-таблица создается, у вас есть хеш-функция, и у нее есть некоторый сит. Ну, если вы узнаете какие-то промышленные хеш-функции, то там есть... Ну, они чем-то инициализируются. Вот. Вот. И, значит, вы смотрите на... Сейчас я найду, где это было. Вы смотрите на то, как инициализируется хеш-функция в вашей хеш-таблице, и вот оказывается, что нужно стереть и правую часть. На этой доске? Да. Это левая. Ну, левая. Такая тенденция у меня, извините. Вот. Вот. И есть этот сит. Функция, которая генерирует инициализирующее значение для хеш-функции. Вот она работает так. У нас есть некоторая статическая переменная ksit, которая хранит некоторый pointer куда-то, и вот мы в качестве сита возвращаем ее. Как устроен этот сит? Вот так вот. Извините. А, прекрасно. Вот. Мы берем в качестве сита адрес этой самой переменной в виртуальном адресном пространстве. Чем это может для нас обернуться? Ну, беда в том, что если возьмете операционную систему современную, то в ней есть такой механизм, который называется... address space, layout randomization. Ну, то есть вы запускаете процессы, операционная система, вот все структуры, все сегменты в нем выкладывает в каком-то порядке. В итоге адрес этого ksit может отличаться от запуска к запуску. Поэтому то, что вы запустили, ну, то есть вы запустили копии... Вы запустили три реплики, в них в памяти завелась копия вашего автомата, в этом автомате есть хеш-таблица. И каждая хеш-таблица проинициализировалась в хеш-функции с разным сидом, потому что где-то эта переменная по-разному в памяти легла. В итоге у вас хеш-таблица, ну, как бы, работают вроде бы одинаково, но у них есть порядок обхода. И вот этот порядок обхода, он уже может быть каким-то непредсказуемым, разным на разных репликах. Если вдруг у вас от него что-то зависит, то вот, вы получили недетерминизм и свою репликацию сломали неожиданно. Ну, и вряд ли вы об этом подумаете, конечно, вы просто применили хеш-таблицу, быструю, самую на свете. Вот, а в итоге у вас порядок операций разный. Ну, кстати, если вы посмотрите доку языка Go, то там есть дикты, и вот у них iteration order тоже не зафиксирован. Вот это написано вот здесь как раз. Вот. Порядок, значит, обхода, он... Так что вот недетерминизм можно здесь нарушить. Значит, вам нужно подумать про exactly once-семантику, вам нужно подумать про детерминизм, как-то его гарантировать. Ну, какие еще сложности бывают у этого подхода? Вернее, даже ограничения. Вот на что он не способен? Давайте сразу поймем. Он упирается в очень простое ограничение. Ну, у бродкаста, конечно, есть некоторый порог, сколько сбоев он способен пережить. Ну, как обычно. Ну, вот эта конструкция, она требует, чтобы автомат в память умещался. Вот. А если он не умещается, то дело становится сложнее. Ну, скажем, вы строите вот хэш-таблицу, не хэш-таблицу, простите, словарь, key value-хранилище. И у вас очень-очень много ключей. У вас огромный key space, он не умещается ни на одну, ни на сто машин. Вот. Поэтому что вы делаете? Вы делите его на рейнджи. Вы, вот, например, дизайн-дог. Ой, тут все одноцветное, да? Тут, на самом деле, куча разноцветных картинок, но вы этого не видите. Ну, куча разноцветных, то есть все это… Смотрите, это реплики узлы. Вот. И на этих узлах хранятся некоторые… Ну, у вас есть пространство ключей, все, оно поделено на рейнджи. Там непрерывные сегменты, которые умещаются в память. И вот каждый сегмент от IDK, он реплицирован вот на эту машину, эту машину, и где-то еще он должен быть. И вот здесь. Так, чтобы все-таки в память он влезал. И вы можете реплицировать их, ну, вот таким вот механизмом. Вот просто все эти прямоугольнички разноцветные, но почему-то проектор это все съел. Вот. Вот отдельный рейндж у вас в память умещается, а все вместе нет. А предположим, что вы теперь хотите сделать транзакции поверх этого хранилища. То есть вы хотите взять и атомарно поменять несколько ключей. Если они попали в один рейндж, то это один RSM, и вы в него отправляете операцию, и он ее выполняет. Ну, какая ему разница, ему пришел апдейт одного ключа или двух? Он все равно все делает по порядку, и пусть сделает здесь атомарно апдейт двух ключей. Поэтому сделать вот такие вот транзакционные апдейты в пределах одного автомата легко. А если у вас ключи упали в разные RSM, которые реплицированы просто в разные RSM, то получается, что они будут действовать независимо, и никакой атомарности для внешнего наблюдателя не будет уже. Поэтому у вас возникает задача распределенных транзакций. И это как раз про, собственно, шардирование данных. Но вот сам по себе RSM, он ограничен емкостью одной машины. И когда данные переваливают через ее край, то нужно что-то еще изобретать. Ну и последнее, давайте я про что расскажу здесь, это ридон для операций. Что еще нас может беспокоить? То, что вот в этом протоколе все операции проходят через Atomic Broadcast. Это некоторый алгоритм. Там собираются какие-то кворумы, происходит какая-то коммуникация, что-то сложное и вряд ли быстрое. А предположим, у вас операция чтения. Вот, она никак состояние автомата не меняет. Поэтому, казалось бы, пропускать ее через весь протокол – это избыточно. Вот можно ли так не делать, не запускать Atomic Broadcast для операции чтения? У нас порядок гарантировался, по сути, Broadcast. О, вот в чем дело было, смотрите. Сейчас теперь починилось. Буду знать. Так вот, что будет, если мы не будем для операции чтения пропускать ее через Atomic Broadcast, а просто приходить на реплику и читать? Может, после нас придет еще недостаточно. Ну да, мы можем выполнить операцию записи. Она Broadcast ляжет на какие-то там две реплики из трех уже, и эти реплики ее применят. Ну, в том числе на координатора. Поэтому операция завершится для клиента. А потом этот же клиент запустит локальное чтение. И оно придет просто на какую-то реплику, на третью, до которой Broadcast еще не дошел. И с нее почитается старое значение. Все очень быстро, зато реализуемости уже нет. То есть мы можем не увидеть собственное чтение. Вот. Но, тем не менее, есть системы, которые этим охотно пользуются. В том числе системы известные. Вот есть система ZooKeeper. Это система, которая, по сути, представляет из себя разделяемую память. Ну, то есть набор Atomic, с помощью которых можно делать распределенную синхронизацию. И вот многие системы, в том числе Kafka, которая была здесь упомянута, она построена через ZooKeeper. Если вы там слышали что-то про ClickHouse, самую быструю аналитическую базу данных, то там синхронизация между репликами построена через ZooKeeper. Ну, то есть это такой базовый элемент во многих системах. И вот в нем есть документация про модель согласованности. И вот они говорят, что операции записи, они линейлизуемы. Потому что они проходят через протокол, который внутри ZooKeeper называется ZooKeeper Atomic Broadcast. Вот. То есть прямо в этом ZooKeeper он и реализован. А вот чтения, они выполняются просто с произвольной реплики, поэтому линейлизуемость для чтений, она не гарантируется. Ну, довольно странно разделять линейлизуемость для операции чтения и записи, потому что это гарантия совокупности для всего объекта. Ну, короче, ZooKeeper нам хочет сказать, что чтение выполняется с произвольной реплики, и она может отствовать от других. Ну, что ж. Значит, такие вот проблемы вас могут на пути к какой-то промышленной реализации подстерегать. То есть вам нужно подумать про exactly once, вам нужно подумать про детерминизм, вам нужно обеспокоиться шардированием, если у вас данные не помещаются, и делать транзакции. Вот. И вам как-то, наверное, все-таки в вашей реализации промышленной хочется сделать чтение быстрее, чем Atomic Broadcast. Вот. Это все вопросы, которые в промышленной системе нужно решать, мы их обсудим, но позже. Вот. А пока, собственно, задача, в которую мы уперлись. Вот нам хочется сделать Atomic Broadcast. Давайте попробуем за оставшиеся 10 минут придумать что-нибудь. Значит, если несбойный узел получает сообщение, то он... Если он отправляет сообщение Broadcast и не умирает дальше, то он его получает. Если один несбойный узел получает сообщение, то и все остальные несбойные его тоже его получат. И у вас есть Total Order. Мы хотим такую задачу решить. Нет надежды, что мы это успеем сделать за 10 минут. Ну, может быть, за 15 я немножко сдвину семинар. Но давайте как-нибудь хотя бы упростим задачу. Вот эта задача, она неудобна тем, что она бесконечная. Что там сообщения возникают, они отправляются, и все это вот продолжается и продолжается. Удобно решать задачу, которая вот компактная. В смысле, она вот запускается, решается и завершается. Все. Вот давайте подумаем, как можно Atomic Broadcast как-то свести к чему-то более простому. Мы уже свели репликацию к Atomic Broadcast, избавившись от модели согласованности, и теперь, думая не в терминах реплик и там истории конкурентных, а в терминах вот просто транспорта. Наша задача еще больше упростить задачу. Ну, смотрите, Atomic Broadcast, он про что? Про то, чтобы доставить сообщения на все узлы в одинаковом порядке. Поэтому можно решить две задачи вместо одного Atomic Broadcast. Доставить на все узлы и порядка. Блестяще. Вот. Поэтому мы сейчас разобьем эту задачу на две. Одна из них про то, чтобы доставить сообщения на все узлы. Ну, как это сделать? Правильно. Вот нам нужно добиться этих двух свойств. Вот у нас есть... И то, что мы сейчас построим, будет называться Reliable Broadcast. Значит, если сообщение отправлено несбойным узлом, то он сам его получит. И если сообщение получено одним несбойным узлом, то все остальные тоже его получат. Как добиться этих двух нехитрых свойств? Просто отправить сообщение. Вот. Вы начинаете Reliable Broadcast. Ну, давайте просто отправим сообщение всем. Этого хватит? Какое свойство мы нарушили в такой реализации? Ну, как-нибудь конкретнее. Ну, скажем, мы же в каком-то порядке эти сообщения отправляем. Мы же не одновременно рассылаем. Вот. Пусть мы отправили всем сообщение. Ну, вот. Мы отправили узл... Вот. Мы... Узел N2. Мы отправили... Простите. Мы отправили сообщение себе сначала. Узлу N1. А потом мы взяли и взорвались. В итоге узел N1 сообщение получил. Он умирать в дальнейшем не планирует. А N3 не получил. Мы ему не успели отправить. Мы сами умерли. Вот по свойству agreement, если несбойный узел получил сообщение, то и все остальные должны получить. Поэтому что мы сделаем? И мы из узла не отправим. Мы скажем... Ну, это сообщение, что там просим разослать все сообщения. Мы для верности повторим процедуру. Вот. Так что, если какое-то... Если хоть до одного несбойного узла сообщение дошло, то он разошлет это сообщение еще раз всем остальным, и тогда уж все несбойные точно его получат. А? А? Если он не взорвется, то он перестает быть несбойным. Значит, для него требования перестают выполняться. Вот. Ну, такой флудинг, то есть мы наполняем сеть сообщений, постоянно их ретрансметим. Ну, конечно же, мы для сообщения генерируем некоторый идентификатор и не отправляем его... Ну, если мы получили дважды одно и то же сообщение, то мы ретрансметим только в первый раз. Сейчас. А если вот этот узел отправил на второй, не успел... Сейчас, подожди, какой? Давай заново. Первый узел получил, отправил на второй, и не успел отправить на третий, и взорвался. Получается, второй несбойный получил уже. Например, второй до этого получал уже... Нет, если они оба умерли, то они оба сбойные, поэтому свойства пока мы никакой не нарушили. Да. А, тогда да. Сейчас каждый узел, который получил сообщение, он отправится... Он еще раз переотправляет всем. Если ты получаешь одно и то же сообщение дважды, то ты делаешь вот такой вот ретрансмит только для первой доставки. Ну, просто запоминая какие-то идентификаторы. Вот. Ну, такой нехитрый алгоритм. Он абсолютно непрактичен, конечно, и так делать мы не будем никогда. Но наша задача теперь... Сейчас задачу свести, а не построить эффективную реализацию. Хорошо, значит, эта половина решается очень просто. Теперь осталось решить вторую задачу. Вот у нас есть много-много сообщений теперь. Вот все сообщения, которые у нас отправляются в системе... То есть Atomic Broadcast у нас будет выглядеть как? То есть мы будем просто делать Reliable Broadcast. У каждого узла у нас будет множество RE. Это множество всех сообщений, которые им доставил Reliable Broadcast. Когда у нас срабатывает обработчик RDeliver, то есть когда Reliable Broadcast доставляет нам сообщение, то мы добавляем его в это множество. То есть мы построили вот такой протокол, а Broadcast реализовали через просто R Broadcast. И вот у нас теперь есть множество RE у каждого узла. То есть множество сообщений, которые ему просто доставлены. Вот теперь каждой реплике хочется иметь некоторый глобальный порядок среди этих всех сообщений. Ну давайте подумаем, как этого можно достичь. Это как? Ну вот смотри, у тебя есть какое-то множество сообщений, которые ты уже получил, но которые еще не доставлены в термин Atomic Broadcast. У другого узла тоже есть какие-то представления о множестве сообщений, которые он получил и которые еще не доставлены. Вот. Давай вот вместе с RE на каждом узле хранить множество AIT. AIT — это вот множество всех сообщений, которые уже доставлены даже Atomic Broadcast. Изначально оно пустое. Зато у каждого уже есть какой-то RE, которое нарастает. И, видимо, мы хотим перекладывать сообщения из одного множества в другое. Ну что же делать, узлант? Можно еще что такое RE? Тут написано даже определение практически. RE — это множество сообщений, которые доставлены на узел Reliable Broadcast. Atomic Broadcast — это Reliable Broadcast. Reliable Broadcast доставляет сообщения на реплики и кладет их в это множество. — И кто-то прятает, что у нас сейчас нет? — Ну, это же множество. — А, да. — Ну, порядка-то у нас и нет. Это и есть вторая половина задачи. — У вас пройдет. — Ну, что же нам сделать теперь? — Так они же все как-то параллельно происходят с Reliable Broadcast. На каждой реплике эти события срабатывают в каком-то произвольном порядке. Никакого порядка внутри этих RE нет, но между разными репликами. Поэтому давайте попросим, чтобы разные реплики договорились между собой порядки. У них есть некоторые кандидаты на то, какое сообщение доставить первым. Вот давайте они между собой поговорят и выберут, какой же кандидат годится. Кого же сделать первым доставленным сообщением? И тут возникает задача, которая называется задача консенсуса. В этой задаче вам нужно сделать очень простой распределенный алгоритм. Он называется Propose. В. Вот каждый узел выполняет такую процедуру. Она вам что-то возвращает. И гарантии следующие. Они называются так же, но значит другое. Значит, если вам Propose что-то вернул, то это значит, что V со звездочкой было кем-то предложено. То есть нельзя возвращать что попало, нужно возвращать только то, что другие предлагают. То есть мы можем вернуть свое значение, а можем чужое. Но все вызовы Propose, они должны вернуть одно и то же значение. Ну все вот, то есть вы запускаете на разных узлах распределенной системы такой алгоритм. И он что-то возвращает вам? Возвращает только то, что было предложено, и возвращает всем одно и то же. Секунду. Сейчас мы опять это предлагаем для услов, которые никогда не умерли. Мы это предлагаем для услов, которые никогда не умерли. Да почему же? Но у нас и Atomic Broadcast. А, ну в смысле, если узел не умер и ему вернулось значение, то… Ну и мы хотим, чтобы алгоритм завершался, наверное. Вот. Как, имея такую штуку, сделать Atomic Broadcast? Утверждается, что очень просто. Вот мы неэкономно поступили, конечно. Значит… Мы теперь реализуем, вернемся к Atomic Broadcast. И скажем, что пусть у нас есть такой алгоритм с такими свойствами, который умеет договариваться между разными узлами. Вот мы заведем на каждом узле нашем, который выполняет Atomic Broadcast, такой фоновый процесс. Ну, поток, не знаю. Фоновая процедура. Значит, пока у нас есть RIT… Пока у нас есть сообщения, которые доставлены Atomic Broadcast, но еще не доставлены… Reliable Broadcast, но не доставлены Atomic Broadcast. То есть мы получили сообщение, но пока не знаем, как его встроить в порядок. То что мы сделаем? Мы заведем себе счетчик раундов. Увеличим этот счетчик и запустим алгоритм консенсуса. И предложим что? Ну, во-первых, мы будем выполнять серию консенсусов. Для этого нам счетчик раундов нужен. То есть у нас есть разные инстансы задачи консенсус. Каждый из них выбирает очередное сообщение или пачку сообщений, которые нужно доставить. Вот. И сюда в качестве значения, которое мы предлагаем, положим вот такую штуку. Вот просто разницу между этими множествами. То есть все, что есть в ритм, но еще нет в аитм. И предложим это в качестве очередного значения. Это множество сообщений, которые есть в ритм, но нет в аитм. И нам что-то вернут. Вернут нам вот CRT. То есть то, что выбрал консенсус в раунде R. Ну, и мы возьмем, доставим эти сообщения о том, как бродкастом. То есть вызовем, собственно, обработчик. Ну, в некотором фиксированном порядке отсортируем все, что там есть, вызовем обработчик и добавим в аитре то, что… то, что было выбрано на фазе консенсуса. Понятна ли процедура? У нас есть отдельные узлы. Их задача — получить все сообщения, которые отправляются в Atomic Broadcast и договориться об общем порядке. Сообщения, которые… За доставку сообщений непосредственно отвечает Reliable Broadcast. Вот мы в качестве Atomic Broadcast выполняем просто Reliable Broadcast. Он доставляет сообщения в наши RIT. У нас копятся сообщения, и нам нужно договориться с другими репликами о том, в каком порядке мы их… о них сообщим, собственно, клиенту нашего… нашего бродкаста. Для этого каждая реплика проходит через серию раундов. В каждом раунде запускается очередная задача консенсуса. Значит, это вот… Консенсус 1, консенсус 2, консенсус 3. И… Тут обозначения склеились. И вот каждый этот консенсус, он выбирает очередную пачку сообщений, которую мы, собственно… о которой мы и говорим клиенту. Этот консенсус нужен за тем, чтобы фиксировать порядок. Мы знаем, что в каждом раунде этот консенсус вернет каждому узлу, который этот алгоритм запускает, одно и то же значение. И только то, что было предложено. То есть мы предложили свои сообщения, которые у нас были. Оно вернули какие-то другие, про которые мы даже не знали. Ну и пусть. Это не страшно. Это значит, что просто у какого-то другого узла по вот этому свойству они были во множестве r item. Значит, кто-то их отправил бродкастом, значит, мы можем их доставить. Еще раз, мы делаем бродкаст. Да. Мы предлагаем, получается… У нас есть знания о некоторых сообщениях, которые… Которые отправили о том бродкастом. Которые мы вот на нашем узле получили… Да. Но они еще не встроены в глобальный порядок. Да. Вот мы говорим, вот кого-нибудь из этого множество… Нет. Мы прямо все множество предлагаем. В качестве значения у нас все множество. Ну окей. А, то есть мы предлагаем, чтобы его порядочили. А? Мы предлагаем, чтобы его порядочили. Нет. Мы предлагаем само множество. Ну да. Чтобы его порядочили там. Нет. У каждого узла своя версия очередного множества. И они выбирают общее множество. То есть очередную пачку сообщений, которую нужно встроить в этот глобальный порядок. Все выбирают одну и ту же пачку, потом дальше ее как-то сортируют, детерминированно одинаково на всех узлах. Ну потому что пачка общая, а сортировать они смогут ее независимо. И вызывают обработчик Adeliver для клиента протокола Atomic Broadcast. Ну и пополняют свое множество аиты. Получается, мы в Propose отправляем B, и всем, кто делал Propose, он возвращается вот эту цель… Одинаковое. Цель. Да. Оно возвращается одинаковое по второму свойству, и обязательно возвращается то, что было предложено хотя бы одним по первому свойству. Поэтому мы выбираем какие-то сообщения из чьего-то множества аиты и встраиваем их в свою версию глобального порядка. Эта версия у всех общая. Ну это же сведения. Вот мы Atomic Broadcast свели к двум задачам. Первая из них Reliable Broadcast, которая тривиальная, и мы решили ее. И consensus, которая не решена пока. Но эта задача, она такая более локальная, она вот имеет начало и конец. Этим она и хороша. А что? Вот. И если мы решим consensus, то мы построим таким образом протокол Broadcast. То есть Reliable Propose и Deliver? Нет. Но это просто… Это же протокол… Смотри. Мы, чтобы реализовать Atomic Broadcast, мы должны написать реализацию Atomic Broadcast, самой операции Atomic Broadcast. И мы должны вызывать обработчик Adeliver. Вот мы написали реализацию Atomic Broadcast, а вот мы вызываем обработчик для клиента. Ну это просто интерфейс. Мы же должны колбайки звать, что сообщения доставлены. Вот мы их здесь зовем. Вот. А как выполнять Propose? Ну вот непонятно. То есть Propose, он принимает множество? Он значение принимает, произвольные природы. Задача консенсуса – у тебя есть N узлов в системе, они должны выбрать, договориться об общем значении. У каждого из них есть свой кандидат, и мы должны просто выбрать одно из них. И C – это то же значение? А? Ну C – это то же значение, которое они выбрали, собственно. То есть C – это одна операция? Нет, это пачка. Почему, кстати, пачка, а не одна? А не одна команда? Если это пачка, то надо скобки выбрать, наверное, потому что они смущают. Какие скобки? Какие скобки? Если это пачка… Верно. Да. Спасибо. А, прости, пожалуйста. Почему, кстати, мы вот всю дельту берем, а не отдельное, а не любое сообщение из этой разницы? Нет, мы можем по одному сообщению так запихивать. А? Так мы же сходим в задачу. Мы не про эффективность думаем сейчас. Ну вот последнее, на что нужно ответить. Смотрите, у нас есть у Atomic Broadcast свойства. Оно вот так формулируется, что если сообщение отправлено кем-то, то eventure оно будет доставлено на несбойный узел. Но вот алгоритм, где мы выбираем просто произвольное сообщение из этой разницы, оно таким свойством не обладает. Потому что пусть у нас есть некоторое сообщение, оно отправилось, оно у всех лежит, но мы все время выбираем не его. Или где-то выбираем, а оно проигрывает. Нет, ну пусть у тебя появляются, ну у тебя сообщение голодает в терминах. То есть его постоянно не выбирают. Поэтому ты предлагаешь всю дельту. И ты просто дожидаешься, пока этот Reliable Broadcast доставит твое сообщение всем несбойным узлам. И потом оно будет в каждой пачке, поэтому чтобы консенсус не выбрал, твое сообщение в него попадет. Ну это такой технический момент. Нет, ты можешь самое старшее, самое старое предлагать. То есть сообщение знает, что его сообщение получает? Ну ты можешь его написать. А C, это получается множество, которое кем-то было предложено. B, потому что batch. Ну про O, он вращается одно из предложений. Да, а R это вот номер раунда, это вот инстант задачи. То есть у тебя много консенсусов независимо запущено. В смысле, вся эта точность, которая была кем-то предложена, получается? Ну это одно из предлагаемых бэшек, да. То есть мы не можем там… Что? Ну нужно Adeliver вызвать в каком-то порядке. Ну вот мы зафиксировали любой порядок сортировки, одинаковый для всех узлов. Ну и вот… Ну это уже технический момент, он не содержит. У тебя на каком ключе будет сортироваться? Вы получили множество и как его сортировать? Вот придумай любой способ сортировки, любой подойдет. Все равно есть. Понимаю. Но главное, чтобы он оставлял каждое множество на каждом разделе в одном и том же порядке. Хочешь, запихивай сюда по одному сообщению этот консенсус. Но только выбирай тогда самое старое из тех, что у тебя есть, чтобы гарантировать, что все будут доставлены и венчури. Ну вот и все. Тут нужно какой-то итог подвести. Чего мы добились? Мы придумали, как делать RSM с помощью Atomic Broadcast. И избавились в модели согласованности, получили протокол репликации, который использует Atomic Broadcast как транспорт команд и гарантирует линейризуемость. Дальше мы говорим, что мы Atomic Broadcast решать не умеем, зато мы умеем решать более простую задачу. Но не умеем. Поэтому мы сводим его к более простой задаче. Задача консенсуса. Если мы ее умеем решать, если мы умеем в распределенной системе договориться об общем значении, то мы Atomic Broadcast построим. Но, кстати, тут эквивалентность вообще. Задача одинаковой сложности. Если у вас есть Atomic Broadcast, то вы и консенсус умеете решать очевидным образом. Как? Как сделать Propose через Atomic Broadcast? Вопрос на понимание определения задачи консенсуса. Он не требует думать, он требует понимать определения. Ну вот да, мы хотим решать консенсус. Мы в Propose сделаем Atomic Broadcast, дождемся первого Deliver и вот вернем его. Понятно, да? Понятно. Отлично. Ну тогда нам остается решить консенсус. Давайте сделаем это не сегодня.